Гроза городских дорог, ревущие мотоциклы проносятся с бешеной скоростью там, где ограничение 40 км в час. У участников дорожного движения складывается ощущение, что для мотоциклистов правила попросту не писаны. Маневрируя между потоками машин на запредельной скорости, они провоцируют ДТП и подвергают себя опасности. Сезон двухколесных коней только начался, а госавтоинспекция уже подводит печальную статистику. Количество смертей в несколько раз выше, чем в прошлом году. Прошло 55 дорожных происшествий, в которых 9 человек погибли и более 70 получили различные ранения. Если мы сравним аналогичный период прошлого года, то произошло 43 таких дорожных происшествий, всего 3 человека погибло и 47 получили различные ранения. То есть здесь мы видим значительное увеличение числа таких дорожных происшествий, а также количество в них пострадавших людей. В первую очередь мы связываем это с тем, что таких транспортов стало больше. Под угрозу любители скорости ставят не только свою жизнь, но и пассажиров, за которых они несут полную ответственность. Самые частые нарушения – езда без шлема, водительских прав, страховки и номеров. Мотоциклисты уверены, что сотрудники госавтоинспекции не имеют права их останавливать. В день города требования сотрудника ЕВДД проигнорировал мотоциклист, который затем попытался оторваться от погони. Преследование начали несколько автомобилей ДПС. История закончилась для водителя в наручниках. На бешеной скорости, подвергая жизни опасности других участников дорожного движения, пешеходов, нарушение всех правил дорожного движения, вышел в центр, где в данный момент находилась большая масса отдыхающих жителей нашего города. Тем самым мы не могли позволить данному гражданину поморочить прекрасный праздник нашего города. И поэтому предложили максимум усилий и задержали данного негодяя. ГАИ запрещено, скажем, преследовать мотоциклистов, мопедистов. Это не так. Это нарушитель правил дорожного движения, который должен быть остановлен и, соответственно, привлечен к административной ответственности. Поэтому никаких либо запретов нет и данные мы будем практиковать. Не пугает владельцев мотоциклов даже погода. В дождь, когда сцепление с дорогой заметно ухудшается, на проезжей части все равно встречаются любители адреналина. Как правило, надеются они на авось или свое мастерство. Водитель мотоцикла, образование с управлением машины, автонавливаем. Я нормально, 60 км в час по городу. У вас, господин, 60 км в час? Да, действительно, 60 км в час. Еду аккуратно, никого не трогаю. А вы не думаете, что это опасно? Такой доступ? Да нет, у меня нормальная резина, как бы мастерство позволяет. Вас не пугает, что как-то любая погода? Нет. Я шлем. А шлем вы не сидите от всего? Ну нет, частично. Штрафы и ответственность для водителей двухколесных транспортных средств не меньше, чем для автовладельцев. Однако внушительная сумма не пугает тех, кто может позволить себе покупку мотоцикла или мопеда. Пугает только страшная статистика. На 1 июля уже 9 погибших и 70 чудом оставшихся в живых. Дело даже не в штрафах. Дело в том, что понимание, особенно у родителей, которые покупают такие игрушки, детям, что мотоциклы, что мопеды, никаких никого нет. Марина Евстрасия, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.